Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное занятие, занятие онлайн. И в прошлый раз мы с вами разговаривали о фотографиях. Какие-либо фотографии бывают, как их нужно обрабатывать, хранить, записывать во вторичном счете. Ну, а сегодня я попробую сказать вам о почтовых открытках, о почтовых отправлениях. И первое, что я хотела бы сказать, что, конечно, открытка, она сегодня заняла, ну, такое место, как, можно сказать, члены семьи. Без открытки мы уже, наверное, ну, практически и не представляли свою жизнь без почтовой открытки. У многих дома сохранились открытки 50-х годов, 60-х годов очень яркие, красивые, нарядные. Это поздравительные открытки с 1 мая, с праздником октября, особенно новогодние открытки. И вот эти открытки и натолкнули нас на то, что нужно, оказывается, собрать очень интересную оликцию. И сегодня в фондах нашего музея, ну, просто, можно сказать, уже редкие, интересные и авторские почтовые открытки есть. И когда я с ними работаю, ну, они мне сомневают душу. Думаю, после нашего занятия многие из вас начнут собирать, искать дома вот такие почтовые открытки, которые и лягут в основу вашей коллекции, новой, возможно, коллекции этих открыток. Итак, в 1884 году Россия вступает в Всемирный Почтовый Союз. И открытка была стандартная, оформление открытки было стандартное. На обороте, то есть на лицевой стороне могло быть изображение, любое изображение, но на оборотной стороне обязательно. И на лицевой стороне может быть изображение. Изображения были любые. Это и виды городов, это и изображения, или виды, скажем, цепей, соборы, какие-то архитектурные еще сооружения. То есть это было великое множество изображений на ледовой вот такой вот иллюстрированной открытке. Ну и одно из главных мест того периода, конечно, занималась стандартная открытка. Открытка, которая, собственно говоря, обязательная открытка. У нас в нашей коллекции есть дореволюционная почтовая стандартная открытка с заплаченным ответом. Вот так она выглядела. То есть здесь точно так же. Обязательно изображение Герго-Российской империи. Почтовая карточка с сексом с заплаченным ответом. И марта. Адресные линии точечные. И на оборотной стороне пишется текст. Текст обязательно надо читать. Потому что по этому тексту можно для себя найти удивительные, прямо-таки действительно удивительные материалы для экскурсии, для лекций, для написания. Потому что там такие факты, которые, скажем, в книгах сегодня не найдешь. Это чисто индивидуальные такие вот моменты. Вот в 1890 году почтовое управление разрешило выпускать частным предприятиям, заводам, выпускать открытки стандартные. И вот здесь мы с вами видим почтовую карточку стандартную торгового дома Безгубова, Сычева и Маринова в Царицине. Вот как она выглядела. Возможно, в фондах вошел на музей тоже есть вот такого плана открытки. Это значит, именно этого учреждения. Вот такая стандартная открытка. И предусмотрено слово, фамилия, отправитель, город, даже дата есть. Вот, значит, 1916 года, 12 июня была написана эта почтовая открыточка и отправлена. Текст очень интересный. О том, что на купеческую пристань пришел товар с рыбой и в каком количестве, и как его надо перевести, и какую цену здесь установить на эту рыбу. То есть вот такой вот очень интересный текст, интересное содержание открытки. И вот еще одна открыточка тоже из этого же, это вот на французский завод, но это стандартная почтовая открыточка, стандартная, чистая, в чистом виде. Это вообще уникально. То есть, опять-таки, мы здесь видим герб России, марка и название почтовая карточка с адресом. Здесь еще есть 20-х годов, но в принципе, вот эта вот открытка, она не менялась до 1918 года. Вот она оставалась, видосменялась, но немного. Поэтому вот и увидеть ее в том виде, какой она была еще в 1886 году, мы можем ее представить и увидеть именно в том виде, какая она была. В 20-30-х годах получила распространение вот такое, агитационно-рекламные открыточки. Это тоже стандартные. Ну вот видите, сколько места занимает, почти половину занимает эта реклама. Разводите кроликов. Здесь мы видим герб, то есть на всех стандартных открытках обязательно присутствует герб. Герб и марка. Это стандартные открытки, это главные принципы оформления вот этих открыток. Размер их у всех одинаковый 9х14, с небольшими там подвесностями, но в основном это требования 9х14, 9х15. И здесь мы видим с вами на оборотной стороне текст и ролики. А вторая такая же рекламная, это вот в 20-30-е годы. Крепи оборону СССР, вступайте в виды ОЗА Авиатива. Вот перед вами такая реклама. Это рекламные агитационные открытки. В 40-х годах, в 30-х, в 40-х годах, как я сказала, тоже эти открытки стандартные ходили по стране, но они несколько видоизменялись. И вот так как выглядит открытка, так ее и надо описывать. То есть вверху почтовая карточка, пишите на русском и на французском языке, как есть. Дальше, в левом углу герб, вправо марка. Адресные линии, куда, кому. Вот так и пишите, адресные линии. Там на расстоянии от нижнего края линия, на которой написан текст. Пишите правильные, точные и разборчивые адреса. То есть вот это, в 43-м году появилась вот такая вот почтовая открыточка. И для того, чтобы можно было разыскать, найти пропавших родственников, которые потерялись в годы Великой Отечественной войны, в каких-то там городах, местностях, чтобы правильно и точно был написан адрес, специально таким напоминанием является вот эта вот дополнительная строчка. Вот на оборотной стороне, да и адрес сам, допустим, мы видим карандашом. Это 43-й год. Освободился Сталинград от фашистов. И люди стали возвращаться уже в марте, в апреле, люди стали возвращаться в город. И вот, конечно, многие не имели возможности написать чернилами, пером. Поэтому в руках чаще всего оказывался простой там карандаш. И вот этим карандашом заполняли, писали эти открытки, подписывали эти открытки с адресом и текстом. Вот этот текст на этой открытке рассказал нам непосредственно очевидец, увидел Сталинград 43-го года с палубы маленького там парохода, который возвращался из Камышина. Какой он был разрушенный, что он на себя представлял бы именно вот в весной 43-го года. Вот это очень эмоциональный текст. Его написала романинка Варвара Андреевна. Вот пришла, приехала на город Сталинград из Камышина. Ну и я могу сказать, что иллюстрированная открытка, она очень разнообразная. Ну и если где-то в 60-х, 70-х годах у нас, ну скажем, была очень небольшая коллекция почтовых открыток, позже мы ее стали именно укомплектовывать, расширять. И вот сегодня, помимо изображений города, с видами города Царицыно, у нас собралась очень интересная коллекция типа России. И вот одна из них, я хотела бы вам показать. Вот такая вот открыточка типа России. Это и лобовые двойщики, это и грузчики, это цыгане, это крестьяне, ложечки, лошкариток, скажем, которые из-за там. То есть коллекция с видами, с изображениями наших казаков, жильц казаков. И праздничные, красивые открытки, вот как я говорила, раздельственские, пасхальные, новогодние, первомайские, октябрьские. То есть, ну, разные, совершенно на разные темы коллекции открыток. Итак, вот эту вот открыточку, опять-таки, мы берем, когда в руки, осматриваем. Да, любой предмет, который мы собираемся описывать, любой предмет тщательно надо изучить, посмотреть, как говорится, понюхать, полизать. Итак, переписываем весь текст, что находится на лицевой стороне. Что это красным, красной типографской краской написан текст типа России на русском и французском языке. Если вы собираетесь писать с Ехелью и Ельми как в дореволюционной России, то значит этот текст полностью так и пишете. Если вы пишете современным, как бы вот, то значит везде у вас должно быть написание так, как мы пишем сегодня. На оборотной стороне, Всемирный почтовый союз на русском и французском языке, внизу такой есть текст, описательный опять, что в центре мы, значит, напечатано красное, красное изображение герба, в одной стороне, значит, написан, напечатан текст в фототипе Шеренопольц и компании Москва на русском языке, тот же самый текст написан на французском языке в другой половине открытки. Что изображено на открытке? Ну, если вот само тут название открытки говорит, что это набор рабочих на рыбных промыслах, то так и пишете, что на берегу Волги стоит группа людей, которых нанимают для работы на рыбном промысле в период пути. на Волги, на Каспии, вот, ну, то есть, вот так вот должно где-то приблизительно это звучать, это описано, должно быть написано. То есть, все подвешности, все пятна, все царапинки, все заломы, все это должно быть обязательно учтено, указано в период описания вторичного учета, в книге вторичного учета. Дальше. Ну, вот еще у меня открытка, это садистовская открыточка, сад Конкордия. Когда описывали, писали статью о этом коммерческом саде, то много текста, кроме, как в энциклопедии Минка, мы не могли найти. А вот эта открытка, еще и к ней прилагаются две такие, они точно описывают впечатление человека, который посидел этот сад, и у него есть чем сравнить, описана какая-то территория, какие деревья растут, какие группы выступают, какие частушки поют. То есть, все-все-все буквально про этот сад я нашла, вычитала, то есть, внимательно надо читать, вычитала, вот, в написании послания в этой открыточке. Ну, и то же самое, точно так же пишите. Вот изображение, значит, город-царица на Волге, НВ, сад Конкордия, это на литевой стороне. На оборотной, опять то же самое, на русском, на французском языке открытое письмо. Ну, в правой стороне место для марки, в данном случае марки нету на отклеенную, но она была, и можно написать номинал этой открыточки. И дальше пошел текст, такой текст, рукописный, перевод ручкой, чернилами черного цвета. Значит, с правой стороны это адресные линии, то есть, вертикальная линия делит открытку на две части. Одна для текста, для сообщений, другая для адреса, с адресными линиями и, соответственно, вот эта вот пустая часть для написания текста. Если на открытке не указан год, то можно его найти по штейнбею. То есть, если на штейнбеле ставят определенные даты отправления, то можно написать именно этот год. Но иногда на открытках упоминается в уголках дата изготовления этой почты в открытке. И поэтому можно определить год, можно определить по штейнбелю, по написанию самого владельца этого послания. Обычно нормальные культурные люди так и делали. Писали именно какого числа, день, год было написано это письмо. И это советсовская открытка, как я сказала, это сад Конкордия. Теперь, очень интересная коллекция собралась у нас по художнице Елизаветы Микурьевны Беон. Это русские пословицы, поговорки, но они на открытках. То есть, присутствуют тексты, это пословицы или поговорки, и изображения детей. Детки очень милые. Специально в деревню приезжала Елизавета Микурьевна в свое поместье, выбирала деток. И они ей позировали и очень милые, забавные и красивые открыточки. Ну и опять, вот здесь мы видим уже на лицевой стороне, то есть можно написать, значит, что здесь изображены дирки под изображением текст. И на оборотной стороне открытое письмо. Очень хорошо также, вертикальная линия делит открыточку на две части, и вот здесь написано место для письма и место для адреса. То есть, тут уже конкретно. Ну и еще одна такая же открытка про детей, но уже советский период. Интересная книга. Это репродукция с картины художника Уханова. Называется Интересная книга. Это уже советский период. И на лицевой стороне мы пишем, что это репродукция с картины такого-то, такого-то художника. А на оборотной стороне идет открытое письмо. Название текст. Уже также вертикальная линия делит эту открытку на две части адреса для письма, место для марки и изогиз. Это логотип этого издательства. То есть, в советское время обязательно пишут либо советский футболистик издательства, либо изогиз, либо еще какая-то другая интересная печатная организация. Ну, а когда полетел Юрий Алексеевич Гагарин, с первыми космонавтами тоже связана большая тема. И мы также собрали эту тему. И у нас сейчас очень интересная подборка по нашим космонавтам. И вот мы видим здесь вот такое вот изображение Юрия Алексеевича Гагарина. Под открыточной или внизу изображение идет текст. Переписать все, как здесь написано. И фоксимире автографа Гагарина. Опять вот оборотная сторона. Вертикальная линия делит на две части для письма и адреса. Место для марки. Вот тут как раз, посмотрите, написан, напечатан год издания. Это 62-й год. 24 мая 62-го года. Издательская организация дает это правду. Вот здесь все, все есть. Поэтому сильно голову ломать не надо. Что это цветная открыточка. И вот такое вот подробное описание. Можете добавить, что когда летал Юрий Алексеевич Гагарин, сколько он готов, сколько по продолжительности двух полет. То есть, дальше уже нужно дополнять текстом и вторичном учете. Это не возбраняется, а только поможет. Ну и еще, когда мощностей в России не хватало, печатанных, печатанных, попечатанных этих открыток, то много очень почтовых карточек, почтовых открыток приходилось в Германии. И они раскупались мгновенно, потому что это была сентиментальная мещанская тема. Вот такое, такая коллекция, она не залеживалась, как говорится, или такие открытки не залеживались долго. И их раскупали мгновенно. Ну вот, в таком плане, открытка раскрашенная. Это фотооткрытка уже. Ну и точно так же, на оборотной стороне, то есть, уже никакой издательской организации вы здесь не увидите. То есть, это шло... В Германии какие-то маленькие, может быть, фотографические заведения, печатали такие открытки и выпускали их в продажу. Ну и затем, если брать вперед Великой Отечественной войны, открытки тоже выходили. Открытки были неяркие, некогда было искать цветовую фактуру такую, поэтому исходили из того, что вот несколько цветов карандашей, либо красок. И вот такие вот, самое главное то, что нужно показать был героизм нашего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Различные призывы печатались обязательно. Ну вот и здесь наш... Слава нашему военно-морскому флоту. Почтовая карточка. Она вот такая... Так выглядит, то есть, здесь изображение. И здесь адресные линии. Оборотная сторона чистая для письма. Вот еще с призывом. Все силы народу на разгром врага. То есть, это тот самый вот идет. Все силы на разгром врага. Вот только, видите, в одном цвете решила. В одной цветовой главной, да? Такой синий, такой насыщенный цвет. И внизу написано, кто издал, какая организация издала эту открыточку. Адрес отправителя здесь. И адресные линии здесь. А на оборотной стороне пишутся текст письма. Место для марки и картинка. Это период войны. Очень хорошая коллекция у нас. И вышел каталог по почтовым отправлениям периода Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, как без праздников Пасхи, без праздников Рождества. Вот эта коллекция тоже от одной, другой открыточки. Они яркие, интересные. Собралась приличная коллекция. Ну, так что вот вам как бы рекомендую, советую обязательно обратиться к собирательству таких открытых. И вы увидите, что их нужно выставить, я не знаю, достойное место в ваших выставках, на вот такие праздничные дни. Ну вот, пожалуйста, в очень хорошей сохранности открыточка. Христос воскресе. На оборотной стороне почтовая карточка будет написана на нескольких языках. Поэтому вы можете даже перечислить, что там будет английский, немецкий, французский язык, русский, почтовая название карточка. И вот такой вот коротенький текст, поздравительный. Есть у нас, вот с Рождеством Христовым, вот такая открыточка, тоже самое, с вертикальной линией. И на русском и французском языке написана почтовая карточка. Здесь мальчик Новый год, 68-й. Ну и, естественно, как без космической темы, она присутствует здесь, поздравительный новогодний текст от руки. Что делали это все наши советские граждане, все люди, проживающие на территории нашей страны, от руки писали поздравительные тексты на открыточках теплые. Довольно-таки этот текст поздравительный. И с любовью, наверное, сидели, макали ручку в чернила и тщательно выводили слова. Поздравляем вас с Новым, с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, трудовых успехов обязательно. Счастья, здоровья, как обычно, сегодня и делаем мы. Но только все это уже в электронном варианте. Вот еще были открытки, это открытки авиа. То есть это более быстрая доставка. Ну и оформление, конечно, и было. Вот здесь уже будет написано авиа. И оформление, вот, вы видите, здесь специально по передвину линий. И без труда можно узнать, что это открытка, она для авиасообщения. Карточка почтовая, вирцикальная. То есть все буквально в оформлении, ничего не меняется до революционного ритма. Цвет, шрифт, вот это все. А конкретное оформление, вот оно именно такое. Вот новогодняя открытка, 50-растного года. Я вообще люблю открытки 50-х годов, потому что эти открытки отличаются от сегодняшних открыток, которые с блестками, которые в электронном варианте выполнены. То есть там не в душе художника. А вот все открытки 50-х годов, 60-х, 70-х, начало, они нарисованы или сделаны художником. Ну, подготовлены художником и впоследствии потом напечатаны в типографии. Ну вот, посмотрите, вот открыточка, 58-й год, да? И что здесь, значит, мальчик Новый год спускается с неба синего, со снежинками. И веселье, и радость, и счастье, и дружбу, и успехов в работе. Вот и здоровье мальчик Новый год несет с восхищенными шарами в каждый дом, в каждую семью. Эти замечательные поздравления. Ну и есть еще открытки прямо непосредственно. У нас в Волгограде жива семья Юрасова художников. Вот они подготовили ряд открыточек, нарисовали. И одна из них с Новым годом. Вот это авторская открыточка, конкретно прямо наших земляков, художников Юрасов. Праздничный с праздником первомайским. Вот, пожалуйста, посмотрите, это то, что я говорю, мне очень они нравятся. Вот такие 50-е годы. Они интересные, они красивые, недушевные. Вот такие вот открыточки. Это 50-е годы. Оформление то же самое. Правда, здесь вот уже появляется герб в центре. В центре открыточки. Мы, значит, на разделительной линии герб. И в правой стороне место для мальчиков. Если текст личного характера, то можно написать, что это поздравительный текст родным и близким. Если вы видите, что там есть какое-то очень интересное сообщение, то можно написать, что в данной открытке, в тексте письма сообщается вот о том-то, как я вам рассказывала о саде Конкорде. Рассказывается о самом саде, о выступлениях, о меню, даже вплоть до того, что там даже указывается, что кушал человек. То есть вот такого плана описательный характер должен присутствовать во вторичном учете. И вот еще с праздником тоже, вот видите. Ну и вот совсем недавно нам попали открытки. Открытка 1954 года. Это как раз праздновали в стране у нас 303-го соединения Украины с Россией. И вышло несколько открыток и марк к этой юбилейной дате. И вот открыточка. Вот посмотрите. Вот такая вот интересная открытка 303-го соединения Украины с Россией. Ну и лицевая и обороты. Желательно, конечно, чтобы открытки были в чистом виде. Но если присутствует текст, чего это даже хорошо. И вот совсем недавно, это из последних поступлений. Это односторонние почтовые открытки с изображениями архитектурных зданий нашего города Волгограда, города Волжского, Камышина. Видовые открытки, то есть какие-то природные парки. Но что я хотела, на что хотела обратить внимание, то, что здесь уже будет иное, новое сегодня, новые требования к оформлению открытки. И то, что многие открытки, они идут со спецгашением. Вот когда вы будете описывать во вторичном учете эту открыточку со спецгашением, обязательно нужно сделать акцент и на описании этого почтового штепеля. Обязательно. То, что, как он выглядел, чему он посвящен, какая дата, где проходило это гашение. Ну и есть еще фотооткрытки. Их в основном делали где-то, наверное, в большей части 50-х годов. Это также вот здания. Это город Сталинград, Пендеатр Барк. Это здания города Сталинграда, памятники. Много очень таких открытых хранится в фондах нашего музея. И по ним мы видим здания, которые еще не были разрушены в Сталинграде. И на месте какого-то старого, восстановленного, скажем, одноэтажного здания построили новое, современное здание 50-х годов. Вот. Этот кинотеатр Ударник. Здесь нет угода из здания этой открыточки. Но мы знаем, например, в каком году был построен этот кинотеатр Ударник на Сталинградском районе, на улице Держинского. И поэтому мы будем уже, не будем писать, что это 48-й, скажем, или там 50-й год. Мы знаем, что это было в 53-й годах. Поэтому 53-й, 54-й и так далее можно написать. Или просто 50-й годы. Вот таких открыток очень много. Я думаю, что и у вас, в ваших музейных фондах или еще в семьях, в которые вы придете и воспользуетесь моментом приобрести такие открыточки, они попадут к вам. Я знаю, что хорошая коллекция в Урюпинске почтовых открыток с видами города, дореволюционного города Урюпинска. Калачей здесь хорошие. Дубовки. Ну и если вы будете собирать, пополнять свои коллекции вот такими поздравительными открыточками, открытками на космическую тему. Если у вас нет специальной литературы по описанию почтовых отправлений, можно обратиться к нашему другу интернету, задать правильный, корректный вопрос, и вы получите полную, прямо-таки, буквально полную информацию по описанию этой открытки. То есть там будет указан и год, там будет указан и автор, и когда, и кем была выпущена эта открытка. Не бойтесь, обращайтесь к интернету. Ну, вам просто, как говорится, повезет, и ваши фонды пополнятся такой интересной, интересным и замечательным материалом. Так что я вам желаю дальнейшей в вашей работе удачных находок и интересных выставок.